Экономика и наши с вами кошельки. Здравствуйте. Министр строительства и президент огласили новые условия льготной ипотеки. Льготная ставка вырастает почти в два раза. Занять денег можно будет больше. Программы с дополнительными условиями не изменятся. Теперь подробности. Льготная ипотека сначала выдавалась под 6,5% годовых, с июля прошлого года под 7% и сейчас под 12% годовых. Это та самая ипотека, которая появилась у нас в июле 2020 года. Максимальная сумма по ней вначале была 12 миллионов рублей. В прошлом году ее снизили до 3 миллионов, независимо от региона. А теперь вернули к первоначальным значениям. 12 миллионов для столиц и областей вокруг них, 6 миллионов рублей для остальных регионов. Программа будет действовать на этих условиях до 1 июля 2022 года. Условия семейной ипотеки не меняются. Ставка в 6% годовых сохранена. Для жителей Дальнего Востока по семейной ипотеке, напомню, особые условия. При рождении ребенка с 2019 года льготная ставка 5%. Можно покупать вторичное жилье, но только в селе. Первоначальный взнос не менее 15%. Дальневосточную ипотеку для молодых семей можно взять также по прежним правилам. Ставка не выше 2% годовых. Первоначальный взнос от 15%. Сумма до 6 миллионов рублей. Максимальный срок займа 20 лет. Есть еще у нас сельская ипотека по 3% годовых, но банки ее не выдают. Закончились выделенные из бюджета субсидии. В декабре прошлого года появилась информация, что программы сельской ипотеки получат дополнительные средства, но пока что нет. Как изменятся, точнее, да, как изменения условий вот этих льготных ипотечных программ повлияют на рынок недвижимости? Комментарии специализированного застройщика «Перспектива». Учитывая, что большая часть структуры наших продаж, все-таки это ДВ ипотека, да, и семейная ипотека, то, ну, какого-то сильного там изменения структуры мы не ожидаем. Плюс проблемы там на рынке вторичного жилья, который сейчас падает очень сильно. Я думаю, что как-то это нивелируется. В семейную или дальневосточную ипотеку брать выгодно обычные ставки по кредитам теперь гораздо выше льготных. Но нужно учитывать риски, если решите покупать квартиру на начальном этапе строительства. Следим за новостями. Продолжение следует...